Мы не понимаем, как можно с гражданами продавать жилое здание. Судя по объявлению, можно. Цена вопроса почти 72 миллиона рублей. Александра Монохина живет в этом общежитии уже 19 лет. И за это время она и ее соседи так и не смогли приватизировать свои комнаты. Не помогли и обращения в суд. Суд признал здание нежилым, нам отказал. Паркуртор нам ответил, что это здание куплено как инстинктивно-производственное 15 февраля 2006 года. К общежитию здесь примыкает и вот это трехэтажное здание. По словам местных жителей, до 2019 года в нем было кафе. Но самое главное это то, что здесь и вот эта вот жилая двухэтажка и нежилая трехэтажка имеют один и тот же адрес, техническая 39А. Покупателям, по словам женщины, административно-производственного здания в 2006 было предприятие «Кварт». При этом Александра Монохина здесь уже проживала. У нее вопрос, почему их общежитие прошло по документам как нежилое здание и было продано. В противном случае они могли бы рассчитывать на приватизацию. Жители пытались в суде доказать, что здание при продаже было жилым и что «Кварт» приобрел его незаконным. По словам жителей, в 2014 году суд о ней проиграли. Завод был признан законным владельцем объекта по технической 39А. В том же году, судя по кадастровой палате, здание получило статус «Административные офисы общежития». «Завод «Кварт» приносит нам договора коммерческого найма, прямо в этом коридоре, Куку Кипу принес нам, всех созвал, подписать этот коммерческий договор. Мы почитали этот договор. Там вместо 4,68 плата за наем уже 150 рублей. Мы, естественно, с этим не согласились». Жители отказались. И с тех пор они платят только за коммуналку. «Ну нет такой возможности платить». «А во сколько сейчас долг? Не помните, примерно?» «280 по коммерческому найму. Там вот 240». Речь идет о сотнях тысяч рублей. И в это время появляется объявление о продаже здания. «Живем здесь с 2001 года. Мы, как то, что работает муж на заводе, нам дали комнаты. Нас уже продавали, уже вместе с нами приватизировали». По словам юристов, новый собственник при определенных условиях сможет выселить жильцов. «Если они не исполняют условия договора, то есть они уже не вносят арендную плату, у них там долги, то в этом случае новый собственник сможет действовать так же, как и старый собственник. То есть обратиться за расторжением договора, за выселением, но это уже нужно смотреть договор коммерческой аренды». Но нового владельца у жилых помещений не будет, уверил нас действующий собственник. Объявление оказалось действительным только в продаже. Именно нежилая часть здания. Так нам ответили на предприятии. Административно-производственное здание, бывшее профтехучилище, было выкуплено на основании договора между Госкомитетом Республики Татарстан и Акционерным обществом Кварт в 1995 году. Публикация объявления никоим образом не затрагивает интересов нанимателей жилых помещений. Тариф по коммерческому найму жилых помещений 150 рублей за один квадратный метр для нанимателей, не имеющих трудовых отношений с обществом. Для семей, где имеется один работник 75 рублей, где два и более работников 35 рублей за квадратный метр. В итоге и объявление о продаже пропало с сайта. Но если все же покупатель найдется, то как здание будет продано, если у жилых и нежилых помещений один и тот же адрес? Вопрос остался открытым, но жители не оставляют надежды, что они смогут приватизировать свое жилье. Салават Ухмадуллин в ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани. 5705100. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова